Как вы выбирали цвет костюма? Сейчас у меня трясется рука. Количество женщин в красном, что они немножко... Я посчитала больше 50. Да, вот понимаете, вот прямо полный фэшн-провал у меня сегодня. Адавича, будучи в столице по делу, одна уральская журналистка успешно сцепилась языками с Ксюшей Собчак, которая наметила ее в мишени и интересовалась, где конкретно та приобрела столько решимости и женского мужества, чтобы прибыть на пресс-конференцию к Путину в таком жизнелюбивом фасончике. Но это не главное, это совсем не главное. Главное это то, что по полной оттопырилась наша коллега и просто красавица, которая все просто завидует, потому что трудится она на телекомпании «Область-45» Анна Шишминцева. В каком плане? Да, в таком плане, что радостно доложила в своем аккаунте, что где зашла в Манеж на пресс-конференцию президента Российской Федерации, с просроченным ПЦР, а этого никто не заметил. Более того, с высокой температурой, чего тоже не заметил тот же никто. Ну, то есть похвалилась, видимо, что перезаржала кучу коллег, несколько часов тусовавшихся вместе с ней в одном зале, в том числе и Ксюшить, между прочим, крестницу президента. Похвалилась, похвалилась, а потом, видимо, выздоровела. И поудаляла свои остроумствования. Ну и температура наладилась. У меня спала температура. Это значит, что я могу дальше как-то жить. Смотрите, как красиво. Бух! Жух! Но до того успела устроить что-то типа батла, типа модного приговора с Собчак, которая та же вся яркая была, вся в ярком таком, сама к ней подошла, ну и обстебала потом. А наша Анечка непонятно вообще, поняла или не поняла. А как вот вы скажете... Ну а в целом, говорит наша зауральская коллега, отстой-то состоял в том, что вопрос-то ей так и не дали задать, с которым она вся с температурой и неправильным ПЦР прорывалась и прорвалась ко главному должностному лицу всей Аруси. Вот это, ребята, действительно обидно. Ну и интересно, это что же за судьбоносительный такой вопрос не был ребром поставлен перед Владимир Владимировичем. Так мы же процитируем. Так вы же зацените. Вот он. В России существует несколько заводов по переработке вторсырья. Можно ли разработать программу субсидирования для строительства подобных предприятий в регионах, чтобы переработка пластика, текстиля или авто стала популярна? Конец вопроса. Так вот чего так удачно избежал наш президент, отвечая вместо этого на всякую легкотню про ультиматумы, иноагентов и прочие малоактуальные для Курганщины темы. Ну а по-серьезному зашутилась девочка. Затянула ее трясина банального хайпожорства. Ну наврала, грубо говоря. За нее ситуацию разъясняло начальство телекомпании «Область-45», выступив в том духе, что фигня это все, бред с сивой, ну, кстати, о ярких костюмах. Все в редакции вакцинированы и перевакцинированы, и с ПЦРом у девочки все было окей, и температуры не было. И вообще она просто чуть позже все соображает, и вот сейчас, чуть позже, на нее осознание-то и обрушилось, вместе с раскаянием. Ходит теперь вся такая «не могу» и жалеет страшно. Так что никто ее увольнять не собирается, и то верно. Кстати, беречь надо такие кадры, ибо за одного битого двух небитых дают. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.